Ну что же, а мы продолжаем, и вот как раз на фоне песни, в исполнении нашей следующей гости, Катрины Гуппола, мы как раз рады приветствовать ее в нашем эфире. Доброе утро, Катрина, и с 8 марта поздравляем с Международным женским днем. Доброе утро, с праздником! Так, а нам чего-то ничего не слышно. А нам поют! Катрина, слышно ли нас? Потому что мы вас почему-то не слышим. Может быть, делаем... Вот, услышь, теперь все слышно. Спасибо. Есть. Доброе утро, доброе утро, спасибо за поздравление, это первое сегодня. Первое? Мы были первыми! Радио Болтком на первом месте! Катрина, приятно, приятно быть первыми. Я понимаю, что ведь вчера поздно ночью был такой концерт, который был по... Я понимаю, в интернете, да? Вот через интернет у вас. Да, да, да. Первый Zoom-концерт через океан, трансатлантический, в Америку. Ну, было интересно, было гораздо дольше, чем я думала, потому что после концерта были разговоры, была возможность служителям задать вопросы. Ну и, как всегда, это все шло хорошо и было долго. Я говорю, учитывая разницу во времени между нами и Америкой, то, что концерт начался только в 11 вечера по рижскому времени, во сколько же все закончилось? Вы вообще спали сегодня? Вы прекрасно выглядите, но я не верю, что у вас была возможность отдохнуть. Ну, пару часиков получилось. Огромное спасибо за эту самоотверженность, что, тем не менее, нашли себе силы и связались с нами. Скажите, вот, Катрина, во время коронавируса вот такого рода концерты и возможности выступить в то же время на другую аудиторию, на аудиторию другой страны, вот насколько, всегда говорят, одни двери закрываются, другие открываются, то есть нет, может быть, меньше возможностей живых выступлений сейчас в Латвии, но вот пандемия, может быть, открывает новые возможности? Да, открывает, и поскольку мы все немножко выбиты из нормальной жизни, но не немножко, а очень сильно, придумываются какие-то новые идеи, которые, наверное, никогда не были бы, не родились бы никогда в нормальной ситуации. И как-то мозг варится быстрее и выдает разные интересные решения, и этот Zoom-концерт – одно из них, его автор идеи, моя давняя очень хорошая знакомая, композитор и деятель американской культурной жизни, идация Аперана, которая, вот все время мы с ней перезванивались и думали, как этот концерт сделать, и все время спрашивали, ну как же сделать так, чтобы наш концерт по Zoom чем-то отличался и был каким-то уникальным, интересным, давайте что-то попробуем новое. И так родилась идея, что здесь в Латвии я играю и пою, а там в Америке, в Майами, во Флориде, моя подруга-хореографа Габия Бириня, она танцует, и это все вот вместе соединяется, как-то такое, через мост. И можно ли это было видеть латвийским тоже зрителям, или это было исключительно для американских зрителей? Да, это было видно всем, и, скорее всего, именно эту музыкальную часть и танцевальную часть мы выложим на YouTube через какое-то время. Насколько я понимаю, эксперименты продолжаются, и сегодня вечером вас ожидает еще один концерт? Да, этот концерт будет в Ропаже, оттуда он будет транслироваться, это будет мой первый Facebook Live концерт, очень волнуюсь, не знаю, как это все состоится, надеюсь, что хорошо, и там уже программа другая, там программа, в которой будут и мои собственные композиции. Ну, сегодня праздник, а концерт называется «Семь грустных звезд». Почему так печально? Почему, я не знаю, восемь веселых цветочков? Время такое, но чтобы изначально они были грустными, а потом во время концерта, может быть, они заулыбались. Кристина, скажите, а Катрина, простите, скажите, а насколько, вот что спрашивали, чем интересовались слушатели, зрители, что их, вот вы сказали, что было общение после концерта? Да, интересовались тем, как мы живем во время пандемии, как артистам вообще, какой настрой и какие взгляды на будущее, интересовались тем, буду ли я петь похожие концерты с французской программой, чем еще. Интересовались, как пишутся песни, что первое, слова или музыка. А как они действительно пишутся? У каждого по-разному, очень индивидуально, но в моем случае всегда первый текст. Текст дает главный импульс, идею, дальше рождается гармония, аккорды, а потом уже мелодия последней, как ни странно. То есть вот тот диск на стихи «Имантазеданиса», как раз вас стихи вдохновили на сочинение музыки, на создание песен, да? Да, стихи очень сильно дают этот импульс. Неважно, это мои стихи или стихи замечательных поэтов, с которыми я сотрудничаю, например, с Оярсом Эриксом Канненшем, который написал стихи к этой песне, которую вы только что слышали. Вот, и кстати, если у вас есть минутка времени и желание посмотреть для этой песни «Take it or leave it», замечательный клип снят в той же Америке, где танцует Габи Абириня, о которой я рассказывала. Я думаю, что будет очень интересно. Обязательно. Я отметил. Обязательно сделаю. Планок на день, пунктом номер один. Закончим эфир, пойду смотреть. Насколько сейчас вот удается ли выступать все-таки вживую перед зрителями, насколько вот это живое общение сейчас вот позволительно в эпоху коронавируса? И если его нет, насколько, как вы это выдерживаете, как терпите? Его нет, и это очень плохо, и выдерживаю очень болезненно. А важно артисту, да, вот именно живое соприкосновение с публикой? Конечно, потому что это энергия, обмен, то, что ты чувствуешь, ты даешь какой-то свой импульс, ты чувствуешь, как они реагируют, вы дышите в одном ритме. Ты чувствуешь тишину в зале или наоборот, чувствуешь какую-то движуху. Ну, это то, ради чего мы живем, сцена, это наша жизнь. А сейчас это все абсолютно обрублено, да, есть видеоконцерты, но это совершенно другая история, это интересная история. В ней, наверное, тоже есть какие-то свои другие важные вещи, там, что надо, может быть, даже еще больше посылать энергию и какие-то более, как-то, не знаю, энергично играть, чтобы уже в экране это было достаточно. Но, конечно, живое общение, это ни с чем не сравнится, ни, как бы, если бы мы с вами встретились вживую, как это было бы замечательно, ни, конечно же, со зрителями в зале. Когда мы встречались как раз таки с вами вот вживую в студии, мы тогда говорили о композиции Раймонда Паулса «Листья желтые», которую вот в очень интересной такой аранжировке вы исполняли. Мы обязательно, кстати, вот послушаем еще эту вещь. Может быть, я так понимаю, та аранжировка, в которой мы послушаем, она отличается от той? Отличается, да, отличается от оригинальной аранжировки и совершенно вот какое-то новое прочтение. Тоже, я думаю, что для многих эта песня зазвучала совершенно по-другому, особенно в прекрасном клипе, который я тоже рекомендую всем обязательно посмотреть. Вот мы рассказывали в прошлую нашу встречу как раз о том, как создавался этот и клип удивительный, насколько это вот буквально случайность свела с домом и сами листья, и двор, где это все снималось. Может быть, напомните нашим слушателям вот об этом тоже. Да, осенью, осенью прошлого года родилась замечательная версия песни «Листья желтые», песни нашего великого Рамада Пауза. Версия такая, в каком-то смысле драматическая, с таким хип-хоповым битом под низом. И мне очень хотелось выделить, как-то показать и прочувствовать текст песни, который очень глубокий, очень красивый. Вот, и прошло время, несколько месяцев, и мне написал Нормун Срутулистс, и сказал, что он хочет сделать ремикс. А ремикс уже совсем другой, очень танцевальный, легкий, я думаю, что очень красиво подойдет к сегодняшнему праздничному дню. Еще раз, может быть, напомните, где сегодня можно будет увидеть ваш концерт, во сколько он начнется. Концерт можно будет увидеть на моем фейсбук-канале, Катрина Гуппола Мюзик. Концерт будет транслироваться из Ропажи, через их канал тоже можно найти Ропажу, культурный центр. И вся информация о ссылках есть и на моем веб-сайте, Катрина Гуппола.ком. Концерт начинается в 7.30 вечера. Концерт бесплатный, так что все желающие могут подключиться и провести сегодняшний праздничный вечер с музыкой. Большое спасибо, еще раз поздравляем, спасибо. И вот мы сейчас услышим действительно интересную ремикс-версию, вот оригинальной версии «Листья желтые» в исполнении Катрины Гуппола. Спасибо вам, Катрина, большое. Спасибо, Катрина, еще раз праздником. Хорошего дня. Всего доброго. Спасибо, Ива. До свидания.